Дом гнилой, дыры, кирпичи вываливаются, штукатурка отваливается, рамы гнилые. Мы боимся, что в любую минуту рухнет, боимся ходить. Эти четыре дома-близнеца были построены в селе Павловское в 60-е годы. Архитектура и планировка зданий однотипная. Со временем они стали отличаться по цвету штукатурки, но все одинаково ветхие. Потолки в коридорах прогнили от сырости, повсюду плесень и грибок. В квартирах ситуация тоже не лучше. От влажности отклеиваются обои, на головы сыпется штукатурка. В потолке обвалилась штукатурка, везде все отваливалось. Нам пришлось, в суп все падало, в ногу падала штукатурка. Нам пришлось обшивать все, чтобы ничего не сыпалось. Панелями все обшили. Татьяна Стажарова живет в 43-м доме. Ее квартира в муниципальной собственности. Здесь пенсионерка вырастила четверых детей. Около 40 лет назад она приехала в село работать дояркой. Обещали достойное жилье. Нам дали жилье временно. Но это временное стало постоянное. Живем. Стройки никакой нет. Нам обещали коттедж, но отдали другим. Никакого ремонта, ничего. Вот мы так и живем. Обещали 27-квартирный дом построить. Так его и нет. Дом номер 47 и вовсе затрещал по швам. Балконы давно погнулись и провисли. На стенах образовались широкие сквозные трещины. Алена Штыбин живет здесь 7 лет. У нее трешка. Вместе с ней в квартире проживают бывший муж и трое детей. Сейчас супруги в разводе и не могут разъехаться. В ветхом доме жилье не продается. Много лет назад они заплатили за развалюху 1 миллион 600 тысяч рублей. Вложили материнский капитал. В 2016 году мы взяли ипотеку в этом доме. Решили сразу сделать косметический ремонт, чтобы просто можно было жить. Но когда сняли обои, то есть по стенам в комнатах шли сквозные трещины, выходили на улицу. Зимой это все промерзает, становится очень холодно. Из-за того, что нет вытяжек в квартире, в принципе, вообще во всем доме, постоянно растет плесень. Дома действительно построены без вытяжек. Как предполагалось, печное отопление. Условий не было. Газ и воду подвели уже позже. Фундамент и тот очень низкий, сетуют старожилы. Как рассказывают жильцы, дома изначально были построены с большими нарушениями. Стены держатся на стяжках. Они проходят по коридорам, через квартиры. Местные уверены, если убрать хотя бы одну из них, дом рухнет. А ведь в далеком 88 году один из домов признавали аварийным, рассказывают селяне. Уже тогда жильцов должны были расселить. Речь о доме номер 45. Есть подтверждающий акт. Дальнейшее проживание в жилом доме возможно при условии его капитального ремонта, перепланировки и инженерном обеспечении. Но учитывая, что дом по генеральному плану застройки села Павловское подлежит сносу, комиссия считает нецелесообразным проведение капитального ремонта, а предлагает признать жилой дом номер 45 по улице Центральной в селе Павловское непригодным для постоянного проживания и после расселения произвести его снос. Дома признавали изношенными на 100% и в 2006 году вспоминают местные жители. Ситуация не изменилась и теперь. Вместе с общественниками мы отправились в администрацию Сударьского района. Замглавы администрации Александр Овсионок общаться на камеру отказался. Я попрошу камеру выключить, останьте здесь один, поговорим с вами, потом с камерой зайдете. При личном разговоре с журналистом Овсионок заявил, что обращаться нужно в Павловское сельское поселение. Нам удалось связаться со Светланой Колбиной, которая исполняет обязанности главы. Данный вопрос пока еще на стадии решения и рассмотрения. Сейчас проводится техническое обследование данных домов. Они включены в краткосрочный план ремонта домов многоквартирных. После того, как пройдет обследование, мы уже поймем, что будем делать дальше. Почему сейчас люди там проживают и сейчас нужно снова проводить какие-то исследования, для того, чтобы доказать, что дома ветхие и непригодны для проживания? Вы знаете, вот в 2006 году образовалось муниципальное образование, это дата образования муниципального образования Павловское. Значит, с 2006 года в администрацию попали заявки от жителей о признании домов аварийными. Вот только обследование жилых домов, о котором говорят местные власти, началось после прокурорской проверки. Изначально чиновники заявляли, что оснований для признания домов аварийными нет. Как пояснили в прокуратуре, для этого нужно заключение специализированной организации. В надзорном ведомстве потребовали провести новое обследование жилых домов в соответствии с законом. Но этого опять не случилось. Прокурор обратился в судовский районный суд с соответствующим исковым заявлениям. В настоящее время обследование домов специализированной организации проведено, готовится заключение. После его получения прокуратурой будут приняты те или иные меры реагирования, направленные на восстановление жилищных прав граждан. Кроме того, прокурорам в отношении исполняющих обязанностей главы администрации возбуждено дело об инспективном правонарушении. Смогут ли жители села Павловское получить долгожданное жилье, пока так и не ясно. Народ ждет заключения экспертизы. Мы продолжим следить за этой историей.